всем привет ребятушки всех приветствую на канале tracker тв что-то сегодня нереальное творится на границе как я в предыдущей серии говорил уже в 0 40 я зашел до в 2 40 я вышел два часа в накопителе что-то нереально такого них было никогда что-то вообще все я уже у белорусов так что но будем посмотреть за сколько тебе пройду границу но это что-то очень как-то все прям быстро это такого не было никогда до продвигаемся как бы не было такого там быстро здесь долго такое тоже бывает что раз все быстро а потом раз и сутки стоишь на месте но это граница да это нормально ну пока пуфу как бы три раза там через все плечи давайте ребятки едем всем привет ребятки ну что мы опять на этой таможне всю прошел границу что-то очень быстро в 10 часов утра я вышел с границы это очень быстро получается накопителя всего два часа побыл побыл и а потом все граница 9 часов это накопитель с границей это просто это просто быстро вот я планировал в пятницу появиться здесь на растаможке получается четверг я уже здесь на растаможке какой число то у нас сегодня 16 сентября у нас вот так что стоим опять на том же месте транс экспедиция только сегодня погода плохая все ждем когда нас растаможат и принципе едем выгружаться кофе кусь я взял сухариков их них фирменных чесночных всегда беру все и выгружаться все растаможили нас время 1350 едем на выгрузку 15 минут вы выгрузимся в принципе за эту магазинчик по эту сторону границ в обратку погоду более-менее наладилась солнышко нету хотя потеплее стало немножко кто вообще был посмор все такая погодка так ветерок все осень уже везде наступает и вильнюсе тоже выгрузились едем в сторону минска сначала сторону вильнюса займемся в магазин как говорил и чуть покушать возьмем все и сторону границы буду проходить границу ничего братья не буду сегодня на обратку не хочу но и тут нововведение же она белорусско-литовская граница с электронными пломбами и помню говорила я нет отдельная история пломба стоит 50 евро вот и с ней геморрой еще сдать потом надо перед россией тоже очередь будет в общем нет смысла сейчас груз с грузом с дешевым каким дети с литвы и на белоруссию озеро здесь он погода так вроде разошлась вроде паспортного так город софта город софта 1718 есть на улице так что вот так вот белорусы вводят всякие новые приколы на границах что сейчас дешевые грузы те которые вы люди брали по 100 там по 200 евро сейчас нет смысла такой груз даже 50 евро только за пломбу отдашь еще и проторчишь с ней чтобы ее сдать последний раз я шел перед россией была пробка 20 километров вот ее будешь стоять чтобы эту пломбу сдать так что не не надо нам поехали дальше пустые депо стройматериалы магазин вон и к ней останковская башня местная торчит отовсюду и adherence Ребяточки В Литве нововведение Остался голодный В магазины пускают по QR-коду Какому-то Понятно, что я не литовец QR-кода у меня нет Да и не собираюсь его даже Думать и делать Нафиг он мне сдался Так что поехали В сторону границы Литва нас не принимает Опять какие-то у них QR-коды Фигня какая-то Ладно Поедим в Дурге Перед границей Да и поедем в Беларусь Беларусь всех принимает Там никакие коды не нужны Ничего не надо Поехали Ребяточки, привет Ну что, мы с вами уже на границе Получается Раз, два, три, четыре Четвертый я О, впереди граница Вот утром сегодня я отсюда выезжал И теперь сюда заезжаю Ну что, думаю Я же пустой Надеюсь, часа за два пройду Сейчас время 16.12 Часа за два, может быть, пройду С Минском у нас вопрос В Минске что-то нет гостиниц Ну, в которых я останавливаюсь Что-то как-то их нету Ну, я сейчас выйду Симку местную включу Попробую позвонить Напрямую в гостиницу Узнать, есть ли места В Букинге нет Вот, если места есть Значит, мы с вами едем В Минск В гостиницу Если мест нет Ну, тогда, значит, едем Вот, куда сил хватит Напрямую Как бы на Москву В машине переночую И дальше поедем Так что Так, на границу у нас снимать нельзя Вот одна машина пошла Сейчас потихонечку мы поедем Давайте, как границу пройду Так выйду на связь Ну, и посмотрим, за сколько я ее пройду Вот, 16.13 Повторюсь, сюда я ее прошел За 9 часов вместе с накопителем Это, ну, это просто ж Не знаю Такого давно не было Такого просто давно не было Вот, посмотрим, сколько в обратку Ну, в обратку пустой Ну, надеюсь, побыстрее Так, поехали Все, на связи Ребяточки Литовцев мы прошли Время 17.09 Ровно час прошел Ну, я заезжал долго Что-то не пускали Ну, все, сейчас я у белорусов У белорусов, правда, видите Что-то много машин Мне главное здесь пройти Потом я там без очереди Так как пустой Главное, что пустых тоже много не было Вот Еще новость В отеле в моем этом Номеров через booking нету Позвонил Она скрипя зубами такая Я говорю, ну, как постоянному клиенту Сначала тоже, говорит, так А номеров нет Как постоянному клиенту Где-нибудь на лавочке Говорю, около подъезда Ну, в общем, нашли номер Говорит, да-да-ладно Приезжайте Зачем они их Берегут? Я что-то не понимаю Я же не бесплатно прошу номер Ну, наверное, какая-то фишка в этом есть Я и не ательер Не знаю Так что, надеюсь, до шести Может быть, пройдем здесь И часиков В девять Начали десяток Будем уже В Минске Мыться, бриться Отдыхать А завтра поедем домой Ну, и завтра серию и закончим Это такой Такая Такой маленький рейс Как бы маленькие Две серии В принципе, ничего такого Здесь сверхъестественного Интересного Опять Наша граница Каменный лог Миндининкай Вот А, новость есть Новость есть Весы у белорусов сломались Вон они там На ремонте Так что мы пока Вот второй раз Я проезжаю здесь Без весов Ну, я пустой Все равно Мне, в принципе, без разницы С весами Без весов Машину какую-то Сегодня заловили Стоит бусик В общем С прицепом Вот до сих пор он стоит Вроде как Сигарки у него нашли Тобис сигарет Я не знаю Кто еще возит их Зачем Что за бизнес Вот теперь Сейчас что ему будет Я не знаю Пасают его Или чего там Не знаю Ладно Мы ничего не нарушаем Мы работаем честно Так что Поедем дальше Ребяточки Прошли Границу Время 17.50 Ну, можно сказать За полтора часа Но это нормально Можно было быстрее бы Если литовцы Там немножко Пошевелились Быстрее бы То да Можно было чуть-чуть Быстрее бы Белорусы вообще Быстро Бой-бой-бой Дороги белорусские Начались Ай-яй Я еще и пустой И небольшой дожечек Пошел Ну, все Нам до Минска 160 километров Получается Отсюда Два часа Одну минуту Ехать до отеля Вот он Накопитель наш В котором мы стоим Он вызывает Кого-то Видите На экранчике Там Номера загорелись Ой, я вообще По встречке еду Ай-яй-яй Я вообще Ребеночки По встречке Только что ехал Ой Что-то как-то это Как я до него попал Не знаю На накопители Загляделся Сейчас Меня тут приняли бы Блин Белорусы бы О, здравствуйте Ребеточки Выступил новый день Я в Минске В гостишке Отдохнул Вообще Шикардосно Сейчас прям Набрал сил Что у нас сегодня 17-ая 17-ая пятница Да Я что-то шустро Я понял Что я здесь В субботу буду Или в пятницу Вечером На крайняк Вот А получается Пятница утра А я Уже отдохнувший В Минске Вчера прокатился По Минску Съездил в ресторанчик Гвоздь Пятница утра Покушал Там Вообще Хорошо Так что Вообще С новыми силами И снова В бой Все Едем мы до Москвы Пустые Сейчас Сделаем Осмотр Прицепа Я еще даже Не заводился Сейчас Заведусь Посмотрим Все лампочки Все ли горит Сейчас Заедем Здесь Камулиру К одному Где-то Здесь За Минском Я с пацанами Разговаривал С одними Встречался Они Груз Мне должны были Грузить У них Отец Вроде как Маляркой Занимается Покажем машину Пускай оценят Сколько мне будет Стоить Допустим Здесь Все пороги Хотя бы Днище Сделать А уже Верх Я наверное Весь буду Обливать В следующем Году Посмотрим Цены Дешевле Не дешевле Чем у нас Если дешевле Ну значит Сюда пригоним Машину Будем здесь Делать Если не дешевле Ну значит У нас Так что Все Заводимся Осмотр Машины И поехали Что-то Заскрипело А перестало Вода нам попадает На какой-то ролик Так У нас машина Все нормально Грязная только А что Хотел помыть А что мыть Вон дождик идет Так Прицеп Вот они Горят Ну вот они Пока еще Не потрескались Но я еще В дождик не ехал Вот сейчас Проедусь Километр Через 300 Остановлюсь И посмотрю Подрезкаются Они опять Или нет Так Тент целый И появился Замок Потому что там Запаска Никто нам Тент не разрезал Вроде Так Здесь все лампочки Горят Все нормально Забыл Таварик включить Да не Работают они Вот Новый брызговик Так Ну все В принципе Что Можно Выдвигаться А вот Она гостишка Вот такой IT отель Называется Нормально Гостишка Стоит Полторашку Хорошие номера Завтрак В эту стоимость Входит Вообще В принципе Шикарно Вот такая Большая парковка Здесь можно И с прицепом И без прицепа Здесь и фуру Можно поставить Так что Вообще Она прямо Находится За МКАДом Вот тут БКАД Буквально В 500 метрах Так что Вообще Хорошая гостишка Если что Можете В ней останавливаться А я поехал Что ребяточки Все Заехал я К мастеру Ну понятно Что там конечно Такой гараж Корпорейшнл Нет никакой Камеры Для сушки машин Ну вообще Поговорили Пообщались Вообще Полностью Облить машину Нормально Вроде как Облить Опять же Не видел я готовых Работ Человека Видел подготовку Подготовка Вроде неплохая Да Спринтери Там он делал Вот Плюс Нища Там все Сделать Без кастрюй Там и так далее Все 1800 долларов Это грубо говоря Там На наши деньги Сколько там Получается 130 тысяч Как бы это в принципе Дешево По времени Месяц Это везде Месяц Не знаю Предварительно Так как бы Обговорили На декабрь Но я подумаю Еще Что то как Просто если Делать просто Днища И пороги Ну сейчас Время На половину Машины Как бы Да А потом Остальное То будет 800 долларов Как бы Дороговато Там 60 тысяч За просто Пороги И днища Отдать Это дорого В Москве Дешевле Вот Но если у нас Полностью Делать машину Обливать Нормально Со снятием Всех пластиков С разбором Машин У нас Это где-то В районе 250 300 Получается Но это Предварительно Я тоже Не знаю У кого Как Я съезжу Еще К этому Человеку Вот здесь Сейчас Машина Красится Пообщаюсь С ним Что он Скажет Если плюс Минус Такие же Деньги У него Все-таки Камера Есть Конечно Наверное Буду делать У нас Вот Как бы Так А так Все Едем С вами В сторону Москвы Получается Выскочили Уже На трассу Погода Дождик Ветер Опять Так Погода Конечно Чисто Осеннее Чисто Ну Ну и на этом Подытожим Наверное Что Заканчиваем Эту серию Этот рейс Что-то у меня Осталось Сейчас 200 километров Я уже буду В России И там До дома Останется 400 Ну В общем Сложно 600 километров Где-то Это уже Осталось Все Наверное Я немножко Отдохну Сейчас Позанимаюсь Машиной Буду делать Вебасту 20 Там Заберу Груз Амстердам Я его Не повезу Скорее Потому что Там По цене Не выгодно Везти Если что-то Найду Еще То Наверное С 20 Числов Сгоняем Если нет То Понятно Партнера Отвезут Так что Ставьте лайк Подписка Голокольчик Все Как положено Так Моя Тут Пультик Падает Вот И всем Пока Всем спасибо За просмотр За лайки За комментарии За дизлайки Тоже спасибо Если будут Наверное Понятно Кому-то нравится Кому-то нет А мы едем В сторону дома Все Пока Пока